Жайл, искусственный интеллект, ага, ага, GDPR, понятно. О, глядите, это что-то новенькое. Организаторы всем участникам без обиняков взяли и предложили. Ф*** ап. Ох уж эти модные термины. Только привыкнешь к какой-нибудь UEBA, как тут же появляется что-нибудь новенькое. Наверное, все потому, что это мы с вами живем в 2018, а кто-то уже в 2020. Вы смотрите репортаж с 11-го ЦИСа-форума. Но коллеги вовсю спешат в будущее, где летающие машины, искусственный интеллект и конец карьеры. Нет, профессия и бэшника никуда не денется. Пока что. Но многие из вполне конкретных знакомых, тех, кто с пеленок пестовал информационную безопасность в российском бизнесе, приближаются к пенсионному возрасту. А возможность почивать на лаврах радует далеко не всех. И вот эту сложную, но вместе с тем близкую для многих тему сегодня обсуждают на одном из заседаний ЦИСа-форума. А БистВ попробуют разобраться, как же организовать себе запасной аэродром. В этом направлении я, естественно, смотрю, потому что беспокоит всех. Плюс профессия информационного безопасности, она, собственно, обязывает делать некие предположения, предсказания и планировать, собственно, что будет после. До пенсии мне еще достаточно времени, поработать еще успею. Конечно, заранее готовлюсь к этому, наверное, нелегкому шагу. Так, по рассказу людей, с которыми я владелось работать раньше. То есть, в самой дате, о которой мы говорим, пришел с пониманием, что я совершенно не бизнесмен. То есть, для меня бизнес – это не мое. Оказалось, что я ничего, кроме информационной безопасности, в жизни не занимался. Я вот там, типа, 40 лет в строю, все время занимался информационной безопасностью. Оказывается, вот все. И выяснилось, что я, ну, в каком-то смысле устарел для профессии. Сейчас нужны молодые, энергичные. И что делать? Пока мужик работает, он живет. Это очень простая вещь, да. Мало того, наше государство, которое я люблю и уважаю, делает все для того, чтобы мужик до конца работал. Потому что, ну, понимаю, да, если ты не набрал себе на пенсию, до пенсии, на пенсию жить унизительно. Да, и большинство получает достаточно немало. Но у меня, например, так сказать, вот отложить на безбедную старость там и близко нет. Потому что растут там дети подрастают, внуки подрастают, их учить там, лечить. Самому хочется на мир посмотреть, потому что в Советском Союзе, естественно, на мир никто не смотрел. Я давно не боюсь, но, скажем так, я думаю с точки зрения расчета, как бы, да, что мне нужно будет сделать, потому что моя пенсия мне видится следующим образом. Мне не хочется явно после пенсионного возраста работать в классическом понимании. Хочется такой, достаточно такой мобильности, подвижности, ну и, конечно, не жизни на нашу классическую пенсию, потому что на нее не то, что не уехать. Нам до магазина тогда идти страшно будет. Увольнение по возрасту принять сложно по множеству причин. Это и разница между зарплатой высокооплачиваемого спеца и даже средней по стране пенсии, и потери статуса, и отлучение от любимого дела. Но неужели накопленный за десятилетие опыт обесценивается в один миг вместе с вашей репутацией? Есть ли возможность остаться в кипучей отрасли информационной безопасности? На самом деле рынок информационной безопасности очень широкий. Потребности в самых разных специалистах есть в огромном количестве. Кроме вот такой вот хайповой безопасности информационной, которая сейчас очень модна, остаются совершенно классические направления. Это криптозащита, это работа с ключами, это работа с удостоверяющими центрами. Специалистов в этой области очень мало, а потребность растет, и она будет расти с законом ОКИ. Он очень сильно помог, он создал дополнительные рабочие места в этом плане. И здесь вопрос стоит о внутренней перестройке, а дальше образование, получение опыта работы, продолжение работы в этих направлениях. Какие-то вопросы, связанные с консалтингом индивидуальным, это вопросы преподавания по профессии, по специальности. Специфика профессии и ее состояние на сегодняшний день в России таково, что круг достаточно тесен. Поэтому какая-то специальная подготовка, на мой взгляд, не требуется, ну, кроме каких-то там организационных чистых мероприятий. Вот. А контакты, они есть просто, поэтому все гораздо проще. Мы работаем в правильной отрасли. Роль информационной безопасности в нынешнее время, особенно в свете последних геополитических событий, будет только возрастать. Понятно, что вот классическая работа в офисе, да, она, ну, наверное, и наскучит уже к такому возрасту, и, в общем, и здоровье может подводить и так далее. Поэтому я бы рекомендовал прямо сейчас людям, которые серьезно думают о пенсии, заняться вопросом создания собственного бренда как эксперта. То есть, действительно, человек может сейчас посвятить этому, там, 10-15 лет четко закрепиться на рынке как квалифицированный, опытный, известный эксперт, а потом, как бы, да, ну, как классика, сначала ты работаешь на своими, потом твоими работают на тебя. И дальше это вполне можно монетизировать. Уже даже не работая где-то в конкретном месте, человек может заниматься информационным бизнесом, когда он может проводить мероприятия, семинары, выпускать статьи, книги, и делать это не на бесплатной основе, а получать за это определенные деньги. Поэтому здесь я бы настоятельно рекомендовал бы заняться именно, там, продвижением собственного имени, потому что это очень правильный инструмент для того, чтобы дальше безбедно жить в более зрелом возрасте. С теми, кто хочет остаться в отрасли, более-менее понятно. Но что делать, если после десятилетий борьбы с киберпреступностью вы просто устали? Стоит ли зацикливаться на информационной безопасности как на единственном возможном векторе своего развития? Один мой знакомый, отработавший, ну, тоже в районе 40 лет в информационной безопасности, с огромным удовольствием занялся моделированием. Отлично. Вот, больше того, для него это хобби грозит стать его новой специальностью, новой работой. Ну, то есть у каждого есть какая-то такая мечта детства, реализовать которую он сможет в это время. У меня есть свой блог в Инстаграме, посещенный вопрос семейных отношений. На него подписано сейчас более 400 тысяч человек уже, как бы, да. И, собственно, к нам я делюсь опытом как построения семьи, так, собственно говоря, и воспитания сыновей, которых у меня пятеро. Я начал этим заниматься примерно пару лет назад, и действительно получилось очень удачно. И даже сейчас уже, в общем, это приносит уже определенный доход даже сейчас, как бы, да, при том, что, ну, не занимает очень много времени. Но если бы я занимался этим более целенаправленно, я понимаю, что это можно масштабировать. Неожиданная диверсификация, но она тоже полезна, потому что, на самом деле, когда ты раскладываешь яйца в разные корзины, то ты гораздо более уверен в том, что, собственно говоря, даже в случае какого-нибудь там глобального провала в одном месте, другие места тебя спокойно подержат. Принято считать, что пенсия – это время заслуженного отдыха. Но, кого не спроси, в отрасли все собираются работать. И при этом они будут и востребованными специалистами, и здоровье позволит работать в прежнем режиме. И вообще все-все будет, как сейчас. Но не будет. Компетенции, подходы и форматы работы очень быстро устаревают. И если вы действительно хотите оставаться в отрасли, то есть два пути. Первый путь – это расти вглубь, то есть развивать личный бренд, писать статьи, участвовать в конференциях, вести личный блог. То есть работать на ваш авторитет, чтобы в будущем авторитет зарабатывал для вас. Или второй путь – расти вширь, то есть открыть для себя смежные или новые направления, которые, возможно, даже станут вторым призванием. Ведь у всех же есть интересы, хобби, увлечения, а монетизация требует времени. И годы, оставшиеся до пенсии, возможно, то самое золотое время, когда стоит обратить внимание на свои хобби и научиться зарабатывать на них деньги. Перечисленные варианты подразумевают долгий трудоемкий процесс. Мы не предлагаем вкладываться в недвижимость или играть на бирже или в рулетку, скупать золотые слитки или заниматься венчурным инвестированием. Это пути, но для ограниченного круга лиц. А поскольку мы и бум криптовалют с вами пропустили, то придется надеяться на более реалистичные стратегии. И пусть для молодых, начинающих специалистов это еще не актуально, то наша аудитория от 40 и выше, мы надеемся, воспримет опыт и мнение коллег, как посыл к действию и перестанет смотреть на пенсию с ужасом, как на последний рубеж. Так что оставайтесь с нами, смотрите репортажи Без ТВ, ставьте лайки, пишите, что думаете по этому поводу и будьте в теме. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»